Сегодня в выпуске. Как отметили свой профессиональный праздник работники культуры. Информация пресс-службы УМВД России по Смоленской области. В Вязьме изъята контрафактная алкогольная продукция. В Смоленске задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП. На Смоленщине дан старт операции «Путина». В Десногорске прошло первенство ЦФО по баскетболу среди юношей. 25 марта свой профессиональный праздник отмечают все работники культуры России. По этому поводу в городском центре досуга нашего города состоялся торжественный вечер «Сказочная культура». Поздравить культурных работников города пришел глава администрации Вячеслав Владимирович Сидунков. Большим удовольствием я сегодня хочу сказать всем работникам нашей замечательной культуры огромные слова благодарности за то, что нам не только жить тепло, светло и сытно, но и интересно. За вклад в формирование и развитие культуры нашего города и приобщение детей к творчеству благодарственным письмом главы администрации муниципального образования города Десногорск в этот торжественный вечер была награждена преподаватель детской музыкальной школы по классу хора Анна Михайловна Семанчук. От всей души я вас благодарю за ваше отличное, замечательное, очень интересное дело, за ваш вклад в нашу Десногорск. Поздравления и слова благодарности всем культработникам сказала председатель Комитета по культуре и молодежной политике Инна Леонидовна Михайлова. Наш труд всегда на виду. Вы все это видите. Мы стараемся подарить людям праздник, подарить хорошее и позитивное настроение. Мы дарим людям тепло, радость, доброту, свет. Дорогие друзья, я хочу вас пожелать от всего сердца с этим праздником, пожелать вам оптимизма, уверенности в себе, чтобы в вашей жизни сложилось только все самое-самое лучшее, чтобы ваши близкие вас понимали и заботились. С праздником вас, дорогие мои работники культуры! В этот вечер за плодотворную работу по организации досуга жителей города Десногорска и высокий профессионализм благодарственными письмами Комитета по культуре и молодежной политике Десногорска были отмечены следующие культработники. Геннадий Иванович Идоминов, Анна Александровна Королева, Галина Владимировна Рудская и Юлия Анатольевна Иванюшина. Также слова поздравления со сцены всем коллегам сказала и директор городского центра досуга Наталья Сергеевна Митрухина. Дорогие культуродники, пусть в вашей жизни не будет грусти, пусть каждый день будет насыщенным, ярким и плодотворным. Я хочу пожелать вам всем везения, творческих успехов и всего самого хорошего в коллективе и в ваших семьях. За плодотворную работу и профессионализм благодарственными письмами Наталья Сергеевна в этот праздничный вечер отметила следующих работников городского центра досуга. Екатерину Анатольевну Хатюшину, Ольгу Матвеевну Петрухину, Наталью Сергеевну Милешину, Гульнару Шерезяфовну Сафину и Михаила Викторовича Гончарова. Украшением вечера стало выступление творческих коллективов городского центра досуга. Мы бродячие арабисты, мы в дороге без огнём, и в бургончик поетится, это наш привычный дом. Не религии таланты, но понятные и простые. Мы пинцы, музыканты, агроплаты и шуты. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Смоленской области проведена операция по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. В ходе проведенного сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 38-летний житель Вязьмы реализует и хранит по месту своего жительства в одном из домов в частном секторе районного центра контрафактную алкогольную продукцию. С целью документирования преступной деятельности была проведена предварительная проверочная закупка. Приобретённая алкогольная продукция направлена на исследование, которое показало, что реализуемая алкогольная продукция является контрафактной. В ходе исследования установлено, что содержимое представленных бутылок не соответствует требованиям ГОСТ по полноте налива, крепости и микрокомпонентному составу. Федеральные специальные марки изготовлены не по технологии Гознака. Результаты проведённой контрольной закупки явились основанием для проведения осмотра места происшествия, в ходе которого в доме гражданина и хозяйственных постройках на территории придомового участка полицейские обнаружили и изъяли порядка 11 тысяч бутылок различной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе элитных марок. На некоторых бутылках отсутствовали марки акцизного сбора, на других они присутствовали, но имели признаки подделки. Кроме этого, у гражданина было обнаружено и изъято свыше 3600 литров этилового спирта, разлитого в 5-литровые пластиковые бутыли. Вся алкогольная продукция изъята и направлена на экспертное исследование. По словам мужчины, он приобретал алкоголь в столице, после чего реализовывал его мелкооптовыми партиями и в розницу на территории Вяземского района. Ранее, в 2013 году, он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За истекший период текущего года сотрудниками полиции изъято свыше 30 тысяч литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Вечером 28 марта на Красненском шоссе водитель автомобиля «Инфинити» совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая в результате полученных травм скончалась. С места происшествия водитель скрылся. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного резонансного преступления, опроса свидетелей и очевидцев, сотрудники уголовного розыска установили, что за рулем иномарки на момент совершения ДТП находился житель Смоленска, ранее судимый за грабеж. Сотрудниками уголовного розыска были отработаны все возможные места пребывания подозреваемого, опрошены его родственники и знакомые. В результате принятых мер разыскиваемого гражданина задержали вечером 30 марта на съемной квартире в Смоленске. Задержанным оказался житель Смоленска 1980 года рождения, ранее судимый за грабеж и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Михаил Скоков в режиме видеоконференции провел совещание, на котором проверил готовность органов внутренних дел к проведению оперативно-профилактического мероприятия, направленного на сохранение водных биоресурсов области. Операцию Путина планируется провести в регионе в период с 1 апреля по 10 июня текущего года. В прошлом году операция принесла ощутимые результаты. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УМВД выявлено 408 фактов нарушения правил рыболовства. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Изъято более 30 километров рыболовных сетей, более 30 плавательных средств, около 900 килограммов незаконно добытой рыбы. Возбуждено 26 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьёй 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Как и в прошлом году, операция Путина будет проводиться в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти региона. С 3 февраля 2015 года вступили в силу новые правила рыболовства, утверждённые приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 года номер 453, которыми установлены места, где запрещен лов рыбы в период нереста, сроки запрета на лов рыбы. По словам представителя прокуратуры Смоленской области Александра Лапикова, с каждым годом растёт число рассмотренных в судах уголовных дел по фактам незаконного лова рыбы. В 2012 году было рассмотрено 3 уголовных дела, в 2013 – 14, в 2014 – 16 уголовных дел. Оправдательных приговоров не было, все подсудимые приговорены к штрафам либо исправительным работам. Многие уголовные дела прекращены за деятельным раскаянием обвиняемых, которые в полном объёме возместили причинённый ущерб. УМВД России по Смоленской области предупреждает, если в период нереста рыбы с 1 апреля по 10 июня в местах нереста или на миграционных путях будет осуществляться лов рыбы при помощи простой удочки, это повлечёт наступление административной ответственности, а если с использованием орудий незаконного лова – уголовной. «Хотелось бы верить о том, что браконьеров не будет, но если не будет, то, естественно, эта работа должна активно проводиться, и я думаю, что мы более максимально будем выявлять и пресекать правонарушения и преступления на территории Смоленской области, что позволит сохранить для потомков биоресурсы Смоленской области. Поверьте, они не такие уж скудные, а если мы будем грамотно работать, то, естественно, вашим детям, нашим потомкам много что останется, и они вам потом скажут спасибо». Стартовавший в прошлом году проект по развитию детско-юношеского баскетбола у нас в Десногорске, инициаторами которого являются руководство нашего градообразующего предприятия, администрация города, продолжает реализовываться. Десногорск в очередной раз занимается баскетболом, занимается баскетболом всерьёз. Соревнования уровня Центрального генерального округа подчёркивают, что курс на серьёзный подход к развитию баскетбола, курс на развитие очага спорта, по крайней мере, в сфере баскетбола, который в Смоленской области будет сконцентрирован в Десногорске, курс этот продолжается. Все наши намеченные планы мы намерены исполнить, в том числе планы достаточно ближайшие по времени. И уже к лету, уже к июню мы планируем на новых площадках, отремонтированных баскетбольно, проводить и тренировки, и соревнования, в том числе по соревнованиям 3-3, которых я сказал ранее. Площадки эти будут размещаться в 4-м микрорайоне, там, где мы построили порты теннисные. 26 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна состоялось торжественное открытие первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди команд юношей 2002 года рождения. Сегодня Десногорск является не только пилотным проектом в развитии детского баскетбола системы «Динамо-Росатом», но с недавнего времени будет и пилотным проектом Центрального федерального округа. Сегодня, как никогда, актуален спортивный резерв. Я могу больше сказать, после Олимпиады, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, очень много акцентов сместится на воспитании нашей молодежи, воспитании спортивного резерва. Сегодня президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднозначно сказал, что мы должны полностью переориентироваться на все свое, в том числе и на свой доморощенный спорт. Мы уверены в том, что через 5-6 лет у нас будет много спортсменов хорошего европейского уровня. И опять-таки вернусь к своему, и часть из них будет вырешена здесь в Десногорске. В первенстве приняли участие 10 команд из городов Воронеж, Белгород, Липецк, Смоленск, Кострома, Калуга, Брянск, Кольчугина и Десногорск. Наша команда впервые на подобном турнире. Нам очень понравилось в этом городе. Первые ощущения хорошие, зал хороший. Ну, гостиница нормальная. Чисто на улицах. Четыре дня боролись юные спортсмены за право быть первыми. Соревнования проходили по круговой системе. Команды были разделены на две подгруппы. Юные баскетболисты продемонстрировали все свое мастерство. Игры были очень интересными и захватывающими. В упорной борьбе первое и третье место завоевали воронежские спортсмены. Второе место – команда из города Кольчугина. Десять спортсменов были номинированы как лучший игрок команды, среди которых и наш десногорский баскетболист Евгений Синельников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова